привет друзья новый нож crm stay ready for more кто-то говорит что sanrenmu переименовались crm но кто-то говорит что crm это вообще отдельная компания не имеющая ничего чувак sanrenmu это это китайская crm выпускает много хороших недорогих ножей оптимальное соотношение цена-качество и очень радует что они делают дизайны то есть свои дизайны не слизывают может конечно у кого-то и слизывают ну понятно что сейчас уже сложно придумать что-то прям сильно новая нож crm модель 408 l kb кейби то есть карбон крик через ку называется данная модель я люблю когда ножи имеют имя собственно вот эта модель имеет имя собственное называется на крик простая упаковочка картонная стрих-кодами с qr-кодами по которым можно узнать все facebook сайт и так далее я конечно же открыл коробочка простая это хорошо это не не удорожает нож тканевый мешочек фирменный хорошо я уже открыл нож просто сумма за чтобы вам показать как она все поставляется пакетик пакетик с силикогелем все стандартная это идет на выброс сейчас я коробочками храню раньше зачем-то хранил купил на озоне 3 125 обошелся мне этот нож по скидке по распродаже вообще на последние годы я к ножам не то что охладел но у меня уже много ножей и покупаю только если прям очень сильно мечта захочется понравиться это обычно пересплю с этой мыслью обдумаю надо не надо но вот этот нож я купил почти сразу увидел у своего товарища по ножевой болезни абдулла привет если смотришь и цена недорогая 3 с небольшим поэтому сразу же купил заказал и вот ко мне пришел давайте по ттх значит вес вес ножа заявлено 73 грамма сбросить ну вот 73 до весы что-то подглючивают 73 грамма все верно не обманули значит рукоятка здесь написано g10 плюс карбон есть еще одна версия от из с g10 с одной стороны вот с правой него зеленый g10 с обратной стороны оранжевый g10 и спейсер тоже оранжево-зеленый перевернутый симпатично ярком мне нравится оранжевый цвет вот как видите но зеленый на ножах я не особо люблю да и увидел я изначально вот в таком классическом черном цвете о карбоновом свете мне он прям вообще просто зашел и люблю яркие ножи но вот этот классический джентльмен джентльменский карбон мне прям зашел здесь как написано что плашки из g10 и вот это вот верхняя накладка приклеен карбон но то ли он так хорошо обработан я прям не вижу вообще перехода я даже думал что это просто g10 с текстурой под карбон но везде написано что g10 плюс карбон ну ладно клипса с рм с рм овская быстросъемная то есть она не на винтах она вот так вот мы ее сжимаем толкаем и клипса снимается то есть вот на вот этих вот зацепах она держится и можно легко переставить на другую сторону для левши без проблем можно совсем без клипсы то есть здесь никаких нету ну вот легкие отверстия которые не видны и совсем как джентльмен если вы хотите носить его в кармане либо в чехле на поясе тоже без проблем ну я ношу на кармане поэтому клипса такая вот она в меру упругая она глубокая как я люблю ну классно то что нет никаких винтиков допустим вот как 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 ну вот как как здесь клипса глубокая но вот эти вот винты торчат и мешают допустим если карман джинс толстый джинса толстая то не дают до конца зайти сюда вот пролезть до конца клипсы нож опять же вот так вот торчит поэтому здесь такой проблемы не будет вот здесь вот тоже моя любимая проволочная клипса но винты торчат хоть не так сильно как здесь но тем не менее тоже могут мешать зачем я притащил столько ножей да хочу еще и поговорить кроме как а этом ножи немножко поразмышлять поэтому наливайте чай кофе морс соки так далее кто что любит поговорим другие ттх то есть 73 грамма значит если в другом исполнении полностью еще 1075 граммов на 2 грамм тяжелее значит рукоятка закрытом положении но если максимально то по клипсу 11 сантиметров ширина 23 толщина рукоятки 11 ну скрипся понятно больше длина клинка 80 заявлено 82 ну плюс-минус так и есть обыскала 81 длина рк режущие кромки полезная длина 80 то есть оптимальная длина 75-85 оптимальная длина для и 10 ника для небольшого так скажем рабочего ножа по фото по видео мне он казался таким совсем хлюпеньким джентльменчиком который вообще ничего не может но сейчас взяв руки хоть он и легкий но g10 плашки плюс внутри есть полноценные лайнеры ну облегченные лайнеры но с двух сторон замок лайнер лог и здесь не подшипники а здесь шайбы если из цвет мета латунные либо бронзовые вот скорее всего латунные здесь колечко тоже латунная симпатично смотрится раньше все ножи были на шайбах латунных бронзовых второпластовых если подешевле потом изобрели подшипники и вы стало модно и классно и дорого если нож на подшипниках из все стали делать ножи на подшипниках потом подшипники стали дешевле все китайцы включая ганза стали делать ножи на подшипников на подшипниках и классическое сочетание сталь d2 плюс подшипник плюс g10 это вот много лет была классикой все так делали но стальные подшипники они имеют свойство ржаветь потом подшипники стали керамическими краткий экскурс в историю подшипник стали керамические сейчас некоторое время назад керамические подшипники ставили на премиум сегмент на дорогие ножи сейчас и китайцы не очень дорогие ножи ставят керамические подшипники но опять же и премиум сегмент и уже не премиум сегмент стал возвращаться именно к шайбам потому что шайбы это надежно шайбы не заржавеют шайбы не прокатают дорожку в клинке либо в подложке как могут сделать подшипники и так контакта касания шайбы с клинком больше чем у подшипника поэтому это надежней по механике подшипники конечно более лучшую механику дают но особый шик если на подшипник на шайбах удается достичь хорошей механики и здесь это получилось очень люблю когда нож в закрытом виде вот такой вот лаконичный когда клинок полностью прячется в рукоятку прям очень-очень мне это нравится очень люблю и редко это удается производителям сделать потому что ну надо то точно все хорошо рассчитать и здесь прям прям кайфово что это получилось также люблю когда вот такой вот на флиппер это не фронт флиппер это как ну вроде как бы классический флиппер но классический флиппер он вот так вот торчит и он тоже как бы ну не то что мешает но увеличивает вот это вот расстояние габариты внешние которые все равно где-то в кармане еще как-то увеличивают габариты ножа в открытом положении до флиппер сна классический является под пальцевой как бы пальцевым пором но если резать на доске так скажем он мешает и ограничивает рабочую поверхность поэтому я люблю когда здесь ничего не торчит когда шпинки не торчат этого можно достичь допустим если есть отверстие на клинке но здесь есть и флиппер это версия но если бы флиппера не было то за отверстие можно открывать хоть так хоть допустим на вот как на этом код стиле спокойно но опять же тогда клинок чтобы отверстие было доступно все наши грязные надо их почистить клинок должен либо торчать либо в рукояти должна быть большая выемка под чтобы к отверстию было добраться вот такой вот способ открывания как бы вообще для меня идеальный ничего не торчит с этой стороны ничего не торчит такой вот маленький маленький даже непонятно что это не подготовленному человеку так скажем и не поймет как открыть то есть как за что цеплять а вот так вот нажимаешь и легким движением клинок открывается у срм есть вообще одна модель где даже вот это вот выреза нет где вот это вот все как бы заподлицо и там просто есть выборка вот в таком положении видно и он тоже хорошо открывается без проблем тоже классное решение есть у срм модель где так скажем флипером является вся вот эта вот поверхность то есть вся вот эта вот поверхность ножа чуть-чуть там на буквально миллиметрик торчит надо рукояткой и можно открывать хоть так хоть так хоть вот так прикольная модель но по форме клинка мне не нравится здесь же вообще прям все сошлось все идеально ну и по форме клинка это в описании написано drop point но это все-таки spear point я люблю такие листовидные клинки каплевидные копьевидные клинки это не кинжал не кинжалу и так скажем как допустим вот этот bench 530 ужас какой я самого сердце кровлю обливается но что-то я делал резал и не помыл участку надо наверное сегодня все ножи помою немножко приведу в порядок здесь этот нож как бы я не любил но он режет намного хуже с такими спусками от середины хотя ты такой мне тоже нравится я больше всего люблю последние годы вот такую вот форму и ножи так скажем небольшого формата большие ножи я тоже люблю и большие средние и мелкие но вот это вот средняя так скажем семьдесят пять восемьдесят пять с длиной клинка для я скажу что оптимален и для города для города для природы надо побольше и fix скорее всего full tank для города и и в кармане не занимает много места и если помещается маленький карман джинс то тоже тоже прекрасно палец тянется и вот принес так но это совсем другое вот это вот пожалуйста drop point он сюда не особо отнесется вот спирт point вот что-то похожее на спирт point но вот эти вот верхние наплывы горбики меня слегка подвешивают почему нельзя сделать и ровно и вот здесь вот он к сожалению тоже есть если вот вы видите вот этот вот как бы фальш лезвие она несимметрично если здесь вот провести ось центральную линию то вот это вот дуга режущей кромки не будет равна вот этой если бы вот так вот срезать и сравнять сделать полностью симметрично было бы вообще идеально ну я пожалуй не буду портить нож конечно вот это вот горбинка с фальшем чуть портит внешний вид но не принципиально дальше даггер ну здесь что-то похоже на спирт point ну хотя здесь здесь пожалуй вот чисто спирт point спирт от блин все ножи грязные ну это естественно не все мои ножи взял именно такой формы тоже чаще всего его ношу micarta здесь тоже такая классная классный спирт point здесь он тоже симметричный и он мне особо нравится колстил пролайт танта ну здесь вообще сложно сказать что за форма что-то среднее между шипфутом спирт point там в общем такой слегка странный клинок что-то с кончиком тоже грязный ну и крапива от арконы тоже похожий на спирт point но тоже не симметричный был симметричный был бы еще лучше еще есть у меня подобной формы клинка ножи но вот то что жало рядом чем чаще пользуюсь и что у меня грязная вот этот нож прям мне очень нравится он наиболее приближен к идеалу моей так скажем моей любимой формы и он напоминает мне скинду то есть кинду шотландский за сапожный нож но это он фикс здесь складной скинду скинду переводится как черный нож поэтому еще и у меня черная рукоятка прямой максимально простой прямая рукоятка прямой клинок спуске от обуха резать должен хорошо ну да не сказал про сталь сэндвик 14 и 28 н ну средняя столюшка за эту цену понятно порошка не ждешь в большинстве случаев хватает для для всего сведения тоненькая но я бы сказал 0403 даже я бы сказал вот здесь вот ну и ближе кончику 0 возможно 0 4 так вот на глаз на ощупь за . хорошая подводы симметричные на клинке сатин все все как надо значит темлячного отверстия нет но и не надо нож небольшой но если там очень надо можно вот так вот за клипсу зацепить но я темляки не особо люблю а вы очень очень редко их использую то который сплету сам здесь вот руна отдал либо отал и такой темляк в виде молота тора его называю у меня несколько таких сплел ну иногда надеваю но не часто на таком небольшом ноже темляк не нужен темлячное отверстие тем более значит собран на спейсер и трех винтах один из которого осевой в осевом сделан пропил то есть винт со шлицом поэтому с одной стороны только под торкс отверстия на этих винтах с двух сторон скорее всего надо держать но это не точно а здесь с одной потому что есть и шлица лицко которая не дает прокрутиться осевому поэтому он здесь всегда встает нужном положении чтобы логотип смотрелся ровно опять наговорил больше 20 минут ну классный классный нож разбирать его не буду потому что он прекрасно флипует люфта 0 классный маленький джентльмен самых оптимальных размеров для города для одессе можно и бутербродик сделать и салатик нарезать понятно что люки вскрывать не нужно батонить не нужно но городские и 10 задачи более чем ему будут доступны вообще классный нож очень советую кому нравятся такие формы цена очень доступная по сегодняшним меркам дизайн качество все на высшем уровне crm крик спасибо за внимание пока